Итак, драгоценные друзья, рыболовы, рыбоеды, ценители морских деликатесов. Сегодня у нас на рассмотрение баночка икры трески. Такая маленькая баночка, производится в Владивостоке, крышечка у нее такая замечательная, самооткрывающаяся, то есть можно не использовать ее. Открываем ее и смотрим, что же там такое. Вполне нормальная икра, судя по консистенции. Очень похожа на икру минтая, такая же соленая, как икра минтая. Раньше икра минтая горами продавалась в рыбном магазине, никто ее не ел, сейчас деликатес. Производят в Владивостоке, скорее всего привозят треску, перерабатывают и там же делают икру. Ну, в принципе, наверно, с хлебом будет неплохая вещь. Булочку черного Бородинского и пробуем делать бутерброд. Конечно, под такую икру лучше намазать или маслом, или сыром, типа Хохланд. Ну, мы попробуем сейчас намазать. Чуть-чуть для пробы, скажем, сколько это намажем, попробуем по солености. Да, икра так. Соленая. На любителя. На любителя. Но она не такая плотная, как у минтая. Немножко, немножко размазня. Ну, так вообще съедобная. Приятного аппетита от Петра до Крыльона. Можно брать вполне. Ну, если маслом хлебушек помазать. Да, маслом и сыром Хохланд. Мягким сыром. Да, мягким сыром. Будет ничего. Если еще стаканчики пива или кваса налить. Нормально, пойдет.